привет всем так сейчас удлиню мама с дочерью поехала на электросамокате или как они называются так 21 сентября ух ты мой уже идет концу и сентябрь месяц ну как же время бежит быстро понедельник у нас но не скажу что плохая погода хорошая погода солнечные дни нету дождей но стало прохладней ночью где-то в пределах 7 10 градусов смотря какой день но и утро конечно же холодная вот приходится и одеваться но ничего днем и двадцать пять и три двадцать три а ты уже тут она на меня оглядывается думает что это с мамой вот не видит меня но в общем днем и тепло но ночью утром но вечером естественно прохладненько у нас осень что поделать решала включаться или не включаться что-то у меня ничего такого и о чем-то поговорить здравствуйте это и поговорить особо не о чем как бы сказать шаня ты где а ты тут не теряйся думаю ну в общем думала подключаться к камере или не подключаться иду сейчас непонятное дело на прогулки мы и идем мы еще параллельно шаня пошли быстро-быстро-быстро-быстро быстро-быстро-быстро на почту надо забрать бандероль ну какое солнце вам наверное не верится что тут прокладненько всего нам всего двенадцать градусов а солнце какое заливает я в своем одном из самых любимых платьев не знаю будет видно там или нет вот звериным animal print на вот видно на флисе очень приятная к телу теплая моя любимая куртка коротенькая очень люблю ее так это же будет трусить где-то на алиэкспресс я кинула селфи палку со стабилизацией не дешево стоит вот обдумаю надо она мне или не надо потому что мне все меньше и меньше как бы уже извините хочется снимать видео такая лень вот вот чего мне не лень это шить шью постоянно практически не дня без строчки так сказать шила Настя я не помню прошлый влог говорила или нет шила Настя платье блузку вчера мы отослали они на море сейчас отдыхают в железном порту в общем мы баба Оля отошли она будет фотосессии там устраивать босоножки мы еще получили ей вчера не не вчера позавчера вот а так это позавчера мы и отослали потому что я только бандероль из алиэкспресс получила и тут же вложила посылку даже не распечатывая Насте босоножки она приезжала в августе месяца и мы вместе с ней сделали заказ какой ей какие ей понравились еще и ботинки крутые ну как крутые на такой подошве грубой в общем как Тимберленд так пошли кажется так называется американская фирма мы вчера еще и заходили в это в нашем центре есть магазин но у Насти китайские круче а к ним есть ткань надо сшить платье ей легкое такое но сейчас же модно я б сама не против одно время я хотела типа таких ботинок таких грубых и с легкими тканями вот и есть ткань ботинки черные я уже вижу образ Настин ботинки черные платье пышная юбка вот черная на черном фоне беленькие цветочки мелкие а вот пиджак у нее есть очень много точно еще как бы не вижу из чего надо будет прикладывать ткани ну и в общем вот такой комплект надо будет шить Настюня в перспективе себе тоже уже ткань достала тренч хочу шить и еще ткань такая интересная фактурная написано было на маркете я купила 365 фактурная такие ткани я люблю хочу такое пальтишко шить вот типа не то летние когда прохладно летом когда еще не холодно осенью так весной так накинуть когда прохладненько и хочу использовать рукав с пластроном на этом пальтишке потому что я еще весной на инстаграм показывала что я построила этот рукав и пробник шила вот и хочу теперь применить визделие потому что весной как-то не получилось вы знаете одно планируешь а потом что-то другое приходит в голову и то что там меня просили Оля побыстрее пошейте с этой ткани когда я распаковки делала с этой да были намерения такие шить но начинаешь приступать к какой-то работе потом понимаешь что еще не пришло время ну и вот для каждого отреза свое время некоторые лежат месяцами а может и годами а некоторые сразу же идут в работу только получилось сразу под нож под ножницы то есть вот так что такие дела дружок на солнце это наш друг ай ты дружбан Таня пошли бегом бегом мы на почту идем бегом дорога пошли бегом вот так молодец ты у меня умничка красавица побежала вот значит такие дела а что я иду получать бандероль заказала я была сейчас у нас с алиэкспресс достаточно быстро приходят посылки ну в пределах двух-трех недель не так как раньше я помню что месяц полтора два да с алиэкспресс две недели это вообще очень быстрая доставка ах и три недели ну в общем заказала я была заклепки вот мальчиком шила же эти снова встречаюсь я с женщиной она в обратную сторону круг делала с собаками с ней уже встречались возле дома и она обошла с той стороны я стой и теперь мы друг напротив друга снова идем ну в общем заклепки вот сшила мальчиком я джоггеры туда наклепаем с мужем еще не пробовали уже получила я в субботу а сегодня можно было вчера идти получать уже посылка была но нам не по дороге было вот вот и мы в общем не захотели идти я говорю да завтра утром схожу и получу так сейчас иду как и не сказала получать кнопки вот там они как будто бы цветные самое главное что когда на сайте выбираешь такие коробки мне казалось что такая коробка большая а когда я получила шаня что такое коробка небольшая такая ну в общем такие дела начинаю увлекаться еще одним ну я как то и делала а это последнее время все больше и больше мне хочется заняться собиранием бус в общем работать с каменями с бисером ну украшения делать бусы ожерелья и вчера целый вечер просидела у меня очень много всего есть одно время этим занималась немного поэтому оставалось всякие приспособления и вчера я на днях получила украшение из дерева бамбука не помню какое в общем было написано богемы ну в стиле бохо а я заказала чтобы осенью зимой трикотажа очень хорошо будет я вчера уже и обновила и одно из кулонов таких длинноватые так их кулон висит аж на пупе но я укоротила а заставшегося браслет сделала на резинке вот без застежки чтобы так одевать и стараюсь ни на кого не смотреть чтобы не смущаться и еще у меня из жемчула речного ему уже наверное лет двадцать муж мне был купил но застежка поломалась я давно его не ношу думаю почему бы не его не обновить так я тоже на новую нитку прицепила новую застежку в общем целый вечер этим занималась так я уже у новой почты сейчас одеваю маску и иду получать так получили мы слышите тарахтят небольшая такая посылочка так а здесь у нас что творится конечно это и хорошо проход закрыт написано что у нас такое грандиозное грандиозное событие вот трубы лежат меняют все трубы отопления воды здесь же метро в общем но некоторые неудобства и переживаем что вдруг мы останемся без отопления на некоторое время если они не успеют потому что они уже отрезали нас от но от того центрального отопления которое идет от котельни ну а вдруг они до морозов не успеют присоединить сделать потому что капитально меняют трубы старое выбрасывает новое ложат уже современные такие утеплителем вот что тепло не будет теряться по дороге потому что еще у нас все это проложено с советских времен а тогда ничего подобного не было технологии были такие а газ экономил вот поэтому вот так 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 снова я перед вами вот как как будто бы говорят у нас красуюсь но так не такие руки не так трусит лицо более на месте стоит вот хотя иду так уже стараюсь вот новые то есть старые поснимали а новые будут или уже положили там такое творится это уже присыпали они землей вот с этой стороны уже как бы наверное концу идет ну в общем я же не разбираюсь откуда к нам тянется ветка наша или отсюда или с той стороны там еще не сделали ну в общем Сергей идет сейчас еще начнет разговаривать со мной с нашего парадного мужчина вот здрасте я не знаю вас и не узнают да не говори вас и не узнают ну хорошо потому что с ним он неплохой собеседник но когда начинаешь разговаривать уже чувствуешь что надо давно заканчивать а никак разговор не заканчивается так так шанька где-то я ее ага вот она бежит она интересная такая здесь мы идем мимо школьного стадиона и она забегает на территорию школы туда и мы в общем нас разделяет забор ей почему-то так нравится чтобы я с одной стороны забора шла а она с другой а потом она выскакивает такая довольная мы встретились с ней но такая игра у нее и почти всегда так так это сейчас шпиц галкучий будет лаять сильно Шаня увидит такой галкучий красивый такой что-то последнее время у нас ну вот я же говорила потому что я его знаю а он прямо не может успокоиться последнее время что-то у нас больше появилось шпицов разных и маленьких и побольше вот раньше здесь у нас я помню одну только собачку этой породы а сейчас несколько уже думаю модов что-ли потому что он как на одежду так и на собаке хотя очень странно для меня что мода на собаку да все держат таких и я буду и я куплю такого но я такого не приемлю моду на животных да скажи я самая модная у мамы вот так школа физкультура школы пока не закрывали у нас ходят ничего не слыхала как будет дальше так как наши в школу не ходят в общем нашим детям повезло с с родителями я так говорю потому что они не требуют от них каких-то высоких показателей учебы вот и первого сентября все в школе а наши нет не пошли в школу сейчас на море отдыхать ездили во львов вот купили себе машину для путешествий будут делать дом на колесах самостоятельно зять хочет сделать ну уже он сделал там временно склепал две кровати двухъярусные большие они на нижней на нижнем ярусе на втором ярусе дети спят троим я говорю помещаются да машина широкая вот ну машина семь метров длиной как бы они говорили с кабиной ну совсем но и в общем нам оттуда по ватсапу мы связались показывали как они обустроились вот и плита стоит и в общем и кресла стоят и стол и на улице и в машине ну показали как на кровати полностью во всю длину вот даже наш зять длиннющий помещается во всю длину поэтому им там отдыхается великолепно вот вот ну в общем машина б.у. конечно потому что новую купить это очень дорого а б.у.шная и в общем они будут ее перестраивать под дом на колесах здрасте ну хозяйское дело их хозяйское дело ну в общем вот так сейчас они в этом на морях отдыхают а школа подождет в общем детям то нравится мы с дедом особенно дед сильно возмущается как это так как это так но они каждый год в сентябре месяца ездят на на море они там облюбовали вот этот железный порт они же не в пансионате останавливаются а останавливаются там где типа кемпинга но летом там и сбор есть и деньги надо заплатить за место где ты остановился а потом сворачивается служба это и уже когда приезжаешь в середине сентября ничего не надо платить очень мало отдыхающих и в общем это какая маленькая собор за воронами бьет ух ты ж охотник выбирай территорию себе у них свой пляж там можно и нудистом быть есть есть отдыхающие но уже немного но они так рассредотачиваются чтобы расстояние было там 200 метров например ну наши в общем выбрали так чтобы рядом не было никого и вот это переживали что на выходные приедут сблиз лежащих городов вот вот но зять там пометил свою территорию ну в общем чтобы по-настоящему дикарями чтобы рядом никого не было правда сегодня должны там приехать к ним знакомые с которыми они каждый год там встречаются и уже созвонились сегодня они приедут но это как бы знакомые с которыми общаются они приезжают там на 2-3 дня а потом уезжают они бизнесом занимаются там эти с полей это Херсонская область и на полях дозревают арбузы дыни перцы что там еще баклажаны в общем они у них тоже большая машина они затариваются этой продукцией и едут в Кременчук или как-то так город называется там потом торгуют вот продают это все потом снова приезжают туда отдыхать на 2-3 дня потом снова загружаются и снова едут вот так у них проходит время время ну в общем буду я заканчивать спасибо что смотрите что заходите пишите ставьте лайки дизлайки и до новых встреч бай-бай пока пока по скриптам что же я получила вот сегодня я получила инструмент а это в субботу тоже с инструментом заклепки вот рабочее место вчера вот эти бусы я сделала и браслетик где-то мой ага вот с рыбой кулон уже давно деревянное ну дерево здесь здесь я не знаю что-то тяжелое а был очень длинный поэтому укоротила и сделала браслет к нему и еще такой получила на днях тоже из дерева я люблю подобные украшения а здесь вот такая ракушка натуральная ракушка ну а это я не знаю что это пластик или нет тяжелое наверное стекло стеклянные бусы в общем не знаю что это но мне понравились и нашла вчера пересматривала кошелек мне давно лет пять а может и больше назад наверное больше племянница из Америки как подарок привезла а я им не пользуюсь вот мой уже в негодность приходит я люблю большие но это уж чересчур так ну все я буду завтракать пока пока на этом но я как это